Девушки отдыхают У меня нет выхода Их всегда было четверо Великий магистр и трое сыны Шо Являются главными хранителями Грааля Члены Приората есть во всех странах мира Филипп Дешерези в 67-м объявил это чепухой Они и хотят, чтобы все так считали У Приората есть одна единственная задача Оберегать величайшую легенду в современной истории Источник Божьей власти на земле Распространенное заблуждение Речь идет об источнике угрозы для власти церкви на земле Священном Граале Я не понимаю Какой власти? Что за волшебные чашки? Роберт Он что, назвал чашей священный Грааль? Чтобы понять, что такое Грааль, нужно сначала понять Библию Библию не прислали нам по факсу с небес Библию в том виде, в каком мы ее знаем, конечно же, составил человек Язычник, император Константин Но я считала Константина христианином Что бы он всю жизнь был язычником Его крестили лишь на смерти Мадре Константин был верховным божеством Рима С незапамятных времен Объектом почитания людей было равновесие между богами мужского начала природы И богиней священного женского начала Но Рима хватили беспорядок и столкновения на религиозной почве За 300 лет до того Молодой еврей по имени Иисус проповедовал любовь и веру в единого Бога За время, прошедшее после его распятия Число последователей Христа неизмеримо возросло И они начали бороться с язычеством А может, язычники начали войну против христиан? Точно неизвестно, кто был зачинщиком тех давних событий Но зато известно, что из-за этого конфликта Риму угрожал раскол на два государства А Константин, хоть и был убежденным язычником, мыслил вполне прагматически И в 325 году от Рождества Христова он решил ввести в Риме единую религию Христианство Христианство набирало мощь, он хотел уберечь империю от распада А чтобы укрепить новые христианские устои, Константин созвал знаменитый съезд Известный ныне как Никейский собор На этом соборе представители множества направлений христианства решали многочисленные вопросы Об истинности, либо ложности различных Евангелий, о времени празднования Пасхи А в порядке приобщения святых тайны, конечно, был ли Иисус Сыном Божьим? Я не понимаю Машер, до этого момента в истории кое-кто из последователей Иисуса считал, что Он могучий пророк Человек великий, выдающийся, но все же человек, то есть смертный Одни христиане считали Иисуса смертным, другие верили, что Он Сын Божий Его не считали Богом? Даже не внучатым племянником Постойте, вы говорите, что божественность Иисус получил в результате голосования? Не забывайте, тогда боги были повсюду Настаивая на том, что Иисус это человек, но богоподобный человек Способный сотворить чудо, а заодно и воскресить себя Константин превратил его в бога, находящегося среди людей В сущности он избавился от других богов Божественная сущность Иисуса не измышление Константина Он лишь узаконил то, во что многие и так уж давно верили Семантика? Нет, это не семантика, вы трактуете факты в угоду своим убеждениям Факт, для некоторых Иисус был смертным и вдруг оказался богом А для многих его божественность подтвердилась Абсурд, о его божественности объявили официально Да они спорили даже по поводу символа веры Извините, извините Кто есть бог, кто человек? Сколько людей погибло из-за этих вопросов? С тех пор, как появился один истинный бог, во имя его лилась кровь Я покажу вам, Грааль Полагаю, вы узнаете тайную вечерю Великую фреску Леонардо да Винчи Дорогая, прошу закрыть глаза Ах, Лик, чему эти фокусы? Вы, кажется, попросили меня о помощи Уважьте прихоть немощного старика Итак, мадемуазель, где сидит Иисус? Посередине Хорошо Он и его ученики преломляют хлеб А что они пьют? Вино Они пили вино Чудесно И последний вопрос Сколько на столе сосудов для вина? Один? Священный Грааль? Откройте глаза Их там много Не одна чаша Это выглядит странно, не так ли? А ведь согласно традиционной легенде о Граале Этот момент как раз ознаменован появлением священного Грааля Так, Роберт, вы нам не поможете? Будьте добры, покажите нам символы мужчины и женщины Пожалуйста Прямо так, руками Не получилось бы утки Традиционный символ мужского начала Рудиментарный фалос Кончик острова Да, точно Другое название — клинок Означает агрессию и мужественность Этот символ встречается и сейчас на форме военной Да, чем больше пенисов, тем выше звание Мальчики есть мальчики И как нетрудно предположить, женский символ Его зеркальное отражение Называется чаша А чаша означает сосуд В местилище или, что куда важнее Некая женская луна Нет, Грааль никогда чашей не был Это древний символ женщины Вполне буквальный А в данном случае женщины Носительницы тайны, столь могущественной Что ее разглашение могло бы подорвать основы христианства Подождите Вы считаете, что священный Грааль — это человек? Женщина? И как выясняется, она изображена вон там Там лишь мужчины? Разве? А вон та фигура по правую руку от спасителя На почетном месте Рыжие волосы Женственные сложенные руки? Очертания груди? Нет? Абхаят? Па ту та фе Зрение избирательное Человек видит то, что хочет видеть Кто она? Детка — это Мария Магдалина Та блудница? Она ею не была Бедняжку заведомо очернила церковь В 591 году По преданию, она была женой Иисуса Это все бабушкины сказки Основанные на реальности Нет доказательств Лишь теории Он не хуже меня знает, как много есть предположений в пользу этого Теории Есть теории Обратите внимание на деяния Иисуса и Марии Одно зеркально отражает другое Человек видит лишь то, что хочет видеть А теперь нечто еще более странное Взгляните, бедра Марии и Иисуса соприкасаются Но они наклонились в разные стороны Тем самым, создавая очертания предметов В пустом пространстве между ними Леонардо рисует нам чашу Ах да, Роберт Посмотрите, что получается, если эти фигуры поменять местами Фреско да Винчи — это еще не доказательство? Нет, но история Она это подтверждает Вот, послушайте Это из Евангелия от Филиппа Филиппа? Да, Никейский собор отверг его Наряду с прочими, в которых Иисусу приписывалась Лишь человеческая сущность А спутницей Христа была Мария Магдалина Христос любил ее Более всех учеников И не единожды лобызал ее Но здесь не сказано о брачном союзе Ну, на самом деле, Роберт На самом деле, в те дни слово «спутница» фактически значило «супруга» А это — Евангелие от самой Марии Магдалины Она его написала? Возможно Роберт, ведите спор честно Возможно А Петр сказал, неужто она для него дороже нас? А Левия ответил Петр, я вижу, ты перечишь этой женщине словно недругу Если спаситель счел ее достойный Кто ты такой, чтобы ей не верить? Да А затем, дорогая Иисус, сказал Марии Магдалине Что ей предстоит продолжить создание церкви Марии Магдалине, не Петру Строительство церкви было возложено на женщину По одной легенде, Мария происходила из царского рода Так же, как и ее муж Скажите, дорогая Как будет по-французски Священный Грааль? Le Saint Graal От среднеанглийского Сан-Греал Из первоначальной легенды об Артуре Так Разделим на два слова Переведите нашему другу Сан-Греаль Это значит Царская кровь В легенде Под чашей, содержавшей кровь спасителя Подразумевалось Чрево женщины Носившей наследника царского рода Но как у Христа Мог быть наследник Во время распятия Мария была беременна Чтобы уберечь себя Еще не родившегося ребенка Христа Она бежала из святой земли И прибыла во Францию А там, как утверждает Она родила дочь Сару Известно имя ребенка? Девочку? Да Если так, все было бы хуже вдвойне Почему? В язычестве мужчина и женщина Соединяясь, познавали Бога Общались с Богом через секс? Для язычников женщина была священна Она открывала путь на небеса Но христианство узурпировало это право Объявив о спасении через Христа А кто держит ключи от небесных врат Повелевает миром Значит, женщины – угроза для церкви И инквизиция публикует Чуть ли не самую кровавую книгу В истории человечества Малеус Малификарум Молот ведьм В ней содержались указания о том Как выявлять, пытать и убивать Всех свободомыслящих женщин В ходе трехсотлетней охоты на ведьм 50 тысяч женщин были схвачены И заживо сожжены на костре По меньшей мере По иным данным миллионы Вообразите, Роберт Что ребенок женского пола Продолжил династию Христа Вы спрашивали, что могло бы Подвигнуть на убийство Перед вами величайшее сокрытие В истории человечества Это тайна На страже которой более 20 веков Стояли рыцари Сеона Охраняющие наследников царского рода Они таили догадку о нашем прошлом Они оберегают предполагаемых Потомков Христа И Марии Магдалин